Проблемой общей для всех городов, нарушением правил парковки во дворах, активно занимаются в Воложском. Специалисты чуть ли не ежедневно проводят рейды и составляют протоколы на тех, кто предпочитает ставить свой автомобиль на зеленой зоне. С начала нынешнего года сумма выписанных штрафов за подобные нарушения превысила в Воложском 100 тысяч рублей. Репортаж Елены Лыковой. Не жилой двор, а стоянка для автомобилей. Машины на зеленой зоне, площадках для сушки белья, рядом с детскими игровыми зонами. Такая картина привычна для любого квартала или микрорайона Воложского. Транспорта столько, что ни проехать, ни пройти. Зачастую в буквальном смысле. Люди сами должны понимать, что к ним может вовремя не проехать скорая помощь, что их детям негде банально играть во дворах. Пешеходы с детьми не могут пройти по тротуару безопасно, потому что на этих тротуарах стоят машины вдоль домов, им приходится уходить на проезжую часть. В ходе рейдов нарушители правил парковки, как говорится, ловят за руку, прямо возле их машин. Алексей в поле зрения инспекции попадает уже дважды за месяц. В этот раз его автомобиль уперся носом прямо в детскую площадку. Одно из самых грубых нарушений объяснили проверяющие и составили протокол. Теперь водителя ждут на специальной административной комиссии. Туда же пригласили и Сергея. Его грузовая газель стала аккуратно зеленой зоне. Ну если бы я встал на дороге, здесь бы никто не правил. С начала этого года административная комиссия Волжского рассмотрела более 200 дел, связанных с парковкой во дворах. Выписано штрафов на 100 тысяч рублей. Понятно, что только такими мерами проблему городского масштаба не решить, тем более, что транспорта становится все больше. Власти Волжского предлагают жителям свой вариант – обустраивать во дворах собственные стоянки для автомобилей. Разработана памятка управлением архитектуры совместно с комитетом жизнедеятельности города, где пошагово расписана возможность обустройства такой площадки, но только за счет средств собственников жилья. При обязательном согласии двух третий жителей этого дома. К слову, положительные примеры, когда владельцы машин и те, кто живут рядом с ними в одном дворе, нашли общий язык и сделали такую стоянку, в Волжском уже есть. Елена Лыкова, Андрей Стомин, телекомпания Ахтуба.